Ну что, всем привет, друзья! Настал тот самый момент, когда я уже не могу писать вам видео из машины, а записываю из дома, потому что все остаемся дома. Сегодня это крайне важно для каждого из нас. И это видео я хочу записать, и решила записать, для того, чтобы поддержать каждого из вас прежде всего. Дело в том, что на сегодняшний день у каждого есть свои собственные страхи, и они обоснованы. Кто-то беспокоится о своем здоровье, кто-то беспокоится о том, чтобы не заболеть, но кто-то беспокоится о своих родителях и близких. В Украине на данный момент ситуация не такая страшная, но в то же время мы еще не знаем, что такое вирус, и очень хотим не узнать этого. Но так или иначе мы остаемся дома, и мы прекрасно видим и знаем, что происходит в мире. Остановлены самолеты, ничего не летает, уже перестал ходить транспорт. И, конечно, ситуация, как я уже говорила, смахивает на какой-то апокалипсис. Но в то же время я хочу напомнить каждому из вас, сейчас это особенно важно, что это когда-то закончится. Остановите, пожалуйста, панику, что бы ни происходило сегодня. Если вы никогда не читали такие книги, как «Трансерфинг реальности» или «Ваше подсознание может все», если вы не изучали энергию и не знаете, как устроена наша Вселенная, то я могу сказать вам лишь несколько слов. Мы получаем с вами то, что излучаем. И этот коронавирус мы притянули. Мы своими мыслями притянули его в этот мир, раскачали этот мощнейший маятник, и сегодня имеем то, что имеем. И нет никакого смысла сегодня размышлять о том, как плохо. В любом жизненной ситуации всегда есть выход. И я точно вам могу сказать, что пройдет год, два, три, может быть, меньше. И мы с вами вряд ли забудем эту историю. Но будет ощущение, как будто бы мы смотрели фантастический фильм. Но то, кем мы выйдем из этой истории, вот это и будет показателем. Наши мысли формируют энергию вокруг нас. И то, что мы сейчас делаем, мы помогаем Вселенной на самом деле разрушать нас. Потому что когда мы начинаем паниковать, когда мы начинаем бояться, когда мы начинаем думать о том, о боже, как будет плохо, то будет плохо. Как бы фантастически это ни звучало, это все доказано научно. Я очень рекомендую вам сейчас почитать эти книги Вадима Зиланда. Обязательно почитайте. Вас это успокоит. Почитайте Джона Кеха. Я выложила эти книги в бесплатный доступ на своем канале в Телеграм. Пожалуйста, почитайте, посмотрите. На сегодняшний день самое главное и ценное, что вы можете делать, это не поддаваться панике. Это думать. Не просто думать о хорошем, а начать формировать свою новую жизнь. Понять, как эта ситуация, что в ней есть для меня хорошего. Что я сейчас могу перезапустить. Начать. Да, я делал всегда это. Но так ли меня устраивал тот результат, который я получал, делая это? Скорее всего, нет. А что, если взять и начать свою жизнь сначала? Так получилось, что за пару месяцев до этой ситуации, когда я еще понятия не имела, что происходит, я достаточно долго и много думала о том, о каким образом я могу помочь людям влиять на свои жизни и менять их. Ведь я очень часто сталкиваюсь с людьми красивыми, потрясающими, богатыми духовно, но при этом несчастными, при этом живущими совсем не той жизнью, которую бы они хотели. И главная проблема нас, каждого из нас, и у меня это тоже есть и тоже частенько случается, это то, что мы слишком материальны в мире. Мы думаем все время в таком материальном плане, мы не верим, что что-то может измениться. Но откуда у меня, например, сегодня возьмутся деньги, думаете вы? Вот я сижу, у меня закончилась работа, никто ничего не покупает, и вы притягиваете это в свою собственную жизнь. Я это знаю, как никто другой, поверьте мне. Сложно рассказать, сколько я уже хлебнула в этом, и я пообещала сама себе, что больше никогда не позволю таким мыслям пробираться в мою голову. Поэтому сейчас у меня идет подъем, с каждым днем он идет у меня все выше и лучше. Ко мне все приходит, и это может приходить каждому из вас. А теперь представьте себе на секунду, что с такими мыслями, если мы начнем грамотно работать, правильно, мечтая, думая, придумывая планы визуализации, представьте себе, как ответит нам вселенная, когда вместо ужаса, когда вместо страха, что я останусь ни с чем, что мне завтра не за что будет заплатить за квартиру, мы начнем мыслить так, поверьте, она ответит нам большой любовью. Так сложилось, что именно сегодня, было запланировано, два месяца назад, выход и старт, запуск моего продукта. Я бы даже сказала от того, что я связала вместе со своим предназначением. Я вам очень много говорю о том, что для меня крайне важно заставлять людей меняться, заставлять людей верить в себя, заставлять людей в то, что невозможное возможно, и что все, все ограничители абсолютно находятся у нас в голове. Я запустила, запускаю сейчас, 6 апреля стартует, я называла это лайфстримом, это продукт, который называется рерайтер, перепиши свою жизнь. Суть очень простая и классная. Я создала определенную технологию с абсолютно всеми деталями, где мы будем прописывать каждый, вообще каждый элемент своей жизни, абсолютно совсем. Представьте себе, что ваша жизнь сегодня, вы просыпаетесь утром, и ваша жизнь совершенно другая. Какой она будет? Представьте, что изобилие, которое вы можете положить в свою жизнь, в эту корзину жизненную, это любое. Вы можете быть в любом городе, в любой стране, в любом доме, квартире, с любым видом. Наша голова очень часто говорит, да, я все это хочу, но мы никогда в жизни не можем представить себе в деталях все эти картинки. Какие мы, какие у нас отношения, кто наши партнеры, как реализуются наши дети, какого цвета вот эта стенка, над которой я сплю, какая у меня постель, какую постель я люблю, какая наступная мягкая моя подушка, или для меня это не важно. По сути, это книга о вашей жизни, о той жизни, которую вы хотели бы прожить. Мы напишем ее в настоящем времени, мы опишем все, ваш мозг переключится наконец-то на самого себя, где вы зададите себе самые глубинные вопросы. Я приглашаю вас на это мероприятие, на этот стрим. На самом деле, видео не собиралась этому посвящать, у нас сейчас в инстаграме я провожу регулярные прямые эфиры, но так совпало, что этот продукт на сегодняшний день крайне необходим огромному количеству людей. Но даже если вы не собираетесь, вы говорите, блин, Ермилова, отвали, я ничего не хочу, я очень прошу вас скачать хотя бы бесплатные книги на моем телеграм-канале и почитать их. Я прошу вас задуматься о том, что каждая наша мысль, она материальна, и что нам необходимо сейчас, насколько бы сложно нам не было, насколько бы мы сейчас не впадали в какую-то панику и в ужас, нам необходимо перестроить свой мозг на другую волну. И тогда вас не коснется ни одна болезнь, я вам обещаю. Вас не коснутся никакие трудности, каким-то чудом мы это называем, к вам будет притягиваться все то, о чем вы будете мечтать, что вы будете желать, и навстречу чему вы будете идти. Самое интересное, что даже ничего не делая, а просто проговаривая в деталях и понимая модель того, чего вы хотите, вы можете это получить. Единственным нюансом является то, что мы должны очень внимательно, это то, на что я всегда обращаю внимание, очень внимательно желать. У меня была одна подруга, которая была очень полной, и она мне все время говорила, я хочу похудеть наполовину и быстро. И я ей говорила, ну послушай, давай не быстро, ты просто начни худеть, начни меньше есть и заниматься. Она говорила, нет, я так не хочу, я не готова так долго страдать. С этой подругой случилось несчастье, и у нее не стало половины тела. И эта история очень о многом не сказала. Я вспоминаю ее очень часто, потому что она сложная. Поэтому будьте аккуратны в своих желаниях, всегда помните о том, что мы ответственны за каждую свою мысль. Посылайте сейчас вселенной любовь, даже такую простую вещь. Перестаньте бояться, примите этот кризис финансовый, с болезнью, как возможность. Вселенная очень умная, и она не зря нам послала это испытание. Она не зря нас отправила домой. Она дала нам потрясающую возможность больше не отнекиваться, что у нас нету на что-то времени. У нас теперь есть время. У нас теперь есть время включить мозг и поблагодарить себя за то, что у нас есть руки, за то, что мы сегодня здоровы, мы живем, за то, что мы можем говорить, за то, что мы сегодня способны думать, за то, что мы кого-то находим и подтягиваем. Вы ведь тоже не просто так смотрите это видео. Вас тоже почему-то притянуло, и вы должны были услышать эти слова. Вы знаете, я сегодня себя по энергетике чувствую, как атомная электростанция. Я знаю, что если вдруг у нас выключат электричество, во мне хватит сил, чтобы светить. Я чувствую невероятный приток и прилив сил, потому что я точно знаю, что мне есть с кем поделиться. И я готова и с удовольствием делюсь этим с вами. Ничего не бойтесь, не паникуйте, пожалуйста. Поверьте, мы пройдем с вами это испытание, мы преодолеем это, и мы станем гораздо сильнее. Мы будем вспоминать об этом кто-то с больших сцен, кто-то в своих книгах, которые он опубликует, кто-то в историях своим правнукам или внукам. Но мы всегда будем заканчивать эту историю тем, что я так благодарен тому, что такая ситуация фантастическая, когда весь мир заперт дома, произошла. Потому что именно после этого я изменил свою жизнь и наконец стал тем человеком, которым хотел быть. Друзья, я искренне вам этого желаю. Я под видео оставляю вам ссылку. Просто посмотрите. Я оставляю ссылку вам и на телеграм-канал, и на рерайтер жизни. Вы сами рерайтеры. Вы способны в любой момент переписать свою жизнь. Вы способны вычеркнуть из своей жизни абсолютно все, что вам мешает. Если вы не можете сделать этого самостоятельно, я готова взять на себя ответственность, взять вас за руку и помочь вам это сделать. Ничего не бойтесь. Все будет круто. Я вам обещаю. Я буду благодарна вам за любые слова, которые вам захочется написать. Я надеюсь, без помоев плохо на это реагирую. Но я очень хочу, чтобы после этого видео вам как минимум стало легче. Просто сейчас закройте глаза пару минут и подумайте о том, какая будет ваша жизнь, когда вы откроете дверь. Как вы будете жить по-другому. Ценить каждый момент. Ведь заметьте, оказавшись запертыми дома, мы поняли, какая крутая у нас была жизнь. Как много возможностей у нас было, которых мы не ценили. Давайте создадим новые возможности.